здравствуйте на канале а тв программа актуальная тема с вами алексей кузнецов сегодня в улан-уды открылась выставка искусство черной африки и сегодня у нас в гостях и организатор клатер мвоса оканзе я правильно принес ваше имя правильно что похвально для вас что вы говорите по-русски так понимаю что вы учились россии учился в россии спасибо спасибо вам что вы к нам пришли можно сначала поговорим немного о вас я так понимаю вы очень интересная многогранная личность у вас не только такая выставка в творческом багаже но и много другого первый вопрос вы впервые в буретии да первый раз как впечатление пока не могу ничего сказать потому что не куда не ходили кроме вот из дома на выставку и обратно поэтому про бурятию но вы хотели бы побывать на байкале в дацане да конечно съесть эти планы на и к знаю вот слышно еще не были а то что вы говорите это что не знаю что-то сам бурятский храм буддистские храмы думаю вам обязательно покажут не так и типа вуду до местных но можно провести аналоги но не совсем так вот по буду как раз таки хочу еще спросить я так понимаю что один из экспонатов как раз связан с этой культурой все же о вас вначале вы учились в москве до в руден да да как мы уже с вами обсудили расскажите каковы тогда ваши впечатления вообще россии почему вы вот после учебы а все-таки решили остаться здесь жить и работать в россии но я после учебы вот поехал домой и потом там побывали где-то два года и у меня один из земляк тоже здесь учился он и имеет свой бизнес здесь мне предложили обратно в россию поехать работать по выставкам и меня отправили в сибирь вот как он здесь зал как всем известно холодно ужасно холодно но тем не менее живете работаете да справляет вас обливаемся как говорят но сфера интересов у вас я так понимаю обширно то вообще творчество в целом чем вы еще занимаетесь я еще продвигаю вот африканских артистов здесь в россии их вожу некоторых из африки прямо вожу другие которые здесь уже я их как бы менеджер это эстрада или вот именно культура африки что за жанр а если вот разный формат если тип этнический формат который играют на барабанах наших джемби и танцуют в африканских костюмах и если которые участвуют вот ваших больших проектах как голос или главная сына на день из них даже может скоро приедет сюда то есть у нас вот разный формат есть этнический вариант есть современные с джазов есть ну кавер-группа уису там вот исполняют 80-х 70-х и 90-х годов хиты отлично расскажите еще о себе откуда вы родом из какой страны и в чем основные различия ну помимо климата россии и вашей родной страны ну я из и скоба у нас два кола в африке то есть сценарий из река кола из кола бразовиль на правом реке и напротив кому кинчаса я сам из кола бразовит но помимо климата что сказано культура другая другие люди другая культура другая еда вот это немаловажно вы чувствуете себя россиянина может быть не по паспорту вообще по душе но по душе я привык как вторая родина да как относятся жители но вот я понимаю что наверняка все по-разному но в целом как вы чувствуете отношение к себе россиян ну где-то вот жесткая но я их тоже понимаю некоторых но понятно что вот и другие люди другая культура кто-то удивляется кто кому-то тоже интересно общаться нормально как бы я уже привыкли в целом-то адекватно надеюсь да нормально отлично давайте поближе к все таки к выставке искусство черной африки что представлена на экспозиции там есть изделие почти все изделие из дерева то есть у разных наших ценных деревьев то есть и беновое дерево венге и бенова да спасибо ну то есть черное дерево да если еще изделие из сырого дерева и вот там ну статуэтки маски и несколько вот фигур и вот эти львы слони и жирафы вот такие письменность это немаловажно потому что это наша культурная наследие то есть наша письменность до колонизации интересно если какие-то религиозные экспонаты которые вот связаны именно с религией в африке но есть не и так прямо религиозные но есть изделие которые но артисты как бы выражают через эти изделия вот нашу культ нашу культуру нашу религию вот есть такие или да я предлагаю прямо сейчас посмотреть сюжет выставки искусства черной африки все эти экспонаты привезли из африки здесь есть не только предметы декора например вот эти маски использовались только на особых ритуалах а вот эти бусы могли носить только те женщины которые были уверены что у них родятся близнецы или же двойня очень интересные работы такие утонченные они по моему еще надо было немножко другом может зале очень много народу прекрасная выставка очень нам понравилось подлинников довольно мало а вот он привез именно вот это все подлинное почему потому что он закупает у себя на родине он из конга сам вот эти произведения народных мастеров и пытается их продавать здесь так скажем ну а сам саму дерево и бен черный например самое дорогое древесина в мире она продается на килограммы вообще ну и вообще вот эту фактуру почувствовать поэтому я бы хотел чтобы приходили люди к нам музей истории города улан-удэ просто кто любит что-то по дереву делать посмотреть как оно на самом деле выглядит потому что сейчас 70 процентов это подделка идет в общем что же планы продолжим нашу беседу все-таки хотелось бы узнать больше о культуре вуду она представлена на выставке нет совсем не это потому что я не совсем не потому что я не иницирован в этом то есть это облидаются главной затравкой да я не облидаю вот сверху и сесть вне силами там нужно вот специально у специально учеба я не учился вот в этом я могу что-то знать рассказать если зелья как я уже сказал который выражают вот эти знания ну как атаковые изделия прямо оттуда не какие самые ценные экспонаты на что вы посоветовали бы обратить особое внимание будущем посетителям выставки вот туда из почти все но из черного дерева как бы это более можно ли приобрести экспонаты да это же выставка продажа то есть есть изделия которые можно покупать кому нравится так кто интересуется вот а искусство может но сориентируйте по ценам вот самый дешевый экспонаты самый дорогой чтобы было понятно людям на что они идут вот самое дешевое 400 рублей сувенир да фигурка из слона а сама ага вот это как раз все еще все что связано с традиции вот старые изделия но они в порядке 30 35 тысячи рублей принципе если это достаточно ценный экспонату вполне адекватная цена расскажите какие страны как бы представлены на выставке это только конго или это вся африка в целом выборочно как-то какие ссылки идут африка большая но основном черная африка значит уже не северная африка черная и основа за центрально черная африка то есть кунга камеру демократическая республика гонга габон реально не я центрально африканская республика но там территориальной отсылки нет то есть например экспонат из-за этой страны или это вот в целом такое общее искусство африки да если есть такие изделия например паспорта то есть до приезда колонизаторов у нас в каждом на регионе почти у нас африка состоится из множества все этнических групп и в каждом регионе племена вот имели свои паспорта для иностранных иностранцев конечно это например если вы приедете например к нам вам давали вот паспорт но это было как из дерева более зелено необычно паспорта из дерева и я не из разных мест из разных регионов но в целом вы сами почему приняли решение именно быть промоутером выставки вам это ближе или это все-таки бизнес это не только билета первую очередь будущее и я когда бой человек который увлекаюсь культуры потому что вот человек признается именно в культуре и вот на первую очередь своей культуре то есть моя цель в первую очередь как бы чтобы знали про на чтобы мы не потеряли свои ценностей вот где вы побывали с выставкой и в кизили и в обоконе то есть уже по сибири поездили как реагируют раз люди очень хорошо я очень интересно все-таки экзотика но и буквально кратко о ваших других проектах вот вы сказали артисты артисты из африки все-таки чем вы вот в ближайшее время можете к нам приехать снова у меня в коллективе у меня больше десяти человек и вот артисты у меня разные и исполнять вот каждый имеет свою роль в коллективе кто-то играет на барабан а кто-то танцует кто-то поет и в ближайшее время мы собираемся дома новогодние корпоративы вот свои программы продавать надеюсь найдем и партнеров которые заинтересованы ну вот может быть кто-то из посетителей выставки научиться вами сотрудничать дальше на что кладер я отлично очень заинтересован обязательно приду тем более время есть в течение там практически всего октября выставка будет действовать у вас сейчас есть возможность пригласить наших телезрителей обратиться к ним и сказать почему они должны обязательно прийти на эту выставку пожалуйста приезжает потому что там можно познакомь с нашей культурой еще сфотографироваться вот изделием с масками и со мной в том числе поэтому есть интересный пообщаться нет есть интерес интересы прийти посмотреть спасибо большое клатер за участие в нашей программе я напоминаю что мы обсуждали открывшуюся волны улонды выставку искусство черной африки оставайтесь с нами всего доброго